Сегодня Свердловский губернатор Евгений Куйвышев принял участие в телепередаче на канале «Россия-24», в рамках которой главы некоторых российских регионов из первых уст в прямом эфире докладывали о текущей ситуации с 19-м ковидом на вверенной территории. Евгений Владимирович отвечал на вопросы 6 минут и поведал всей стране о готовности уральских горцев к тотальной антиковидной вакцинации, инициированной нашим национальным лидером. Интерес к вакцине большой, и, безусловно, сегодня опасность коронавирусной инфекции осознают все, и сегодня действительно огромное количество уральцев проявляет интерес к вакцине. Безусловно, те первые уральцы, которые поставили вакцину, безусловно, мы ведем разъяснительную работу, берем интервью, кто соглашается, для того, чтобы развеять слухи о каких-то побочных эффектах и подобного рода слухов, которые вокруг этой вакцины. Безусловно, мы ведем разъяснительную работу, но я вам скажу, вакцину люди ждут, и мы сегодня уже даже готовы 500 тысяч доз принять для того, чтобы обеспечить вакцинацию. И у нас подготовлено 75 медицинских учреждений, которые будут как раз проводить вакцинацию. Особый интерес вызвал вопрос ведущего телепередачи, не намерен ли наш губернатор, как глава Сахалина, выдавать привитым гражданам официальные бейджики. Ну, типа, прошел вакцинацию, и под этим соусом не носить наличную маску. Сегодня российский министр здравоохранения Михаил Мурашко выступил на эту тему и заявил, что привитый человек может быть носителем не только маски, но и девятнашки, то есть может заражать ближнего. Потому быть носителем маски обязаны все, вне зависимости от привитости спутником В. Евгений Куйвышев выразил полнейшую солидарность с министром, ибо ну реально на Сахалине затеяли какую-то непродуманную дичь, исполненную эгоизма. Типа, я привился, а на остальных плевать, заразной слюной. Знаете, я все же считаю, что ношение масок – это не только твоя безопасность, а безопасность окружающих, близких. Безусловно, я с такой инициативой бы не выступил, и думаю, что самым правильным и честным будет это объяснять истинное положение вещей, что, собственно, мы и делаем. И несмотря на то, что люди, которые привились, они тоже на этом этапе, пока еще коронавирус есть, должны носить маски. Тем не менее, они ведь могут быть и носителями, они могут не болеть, но могут быть носителями и передать этот вирус людям, которые не привились, соответственно, с возможностью дальнейшего заболевания. Поэтому я считаю, что здесь просто нужно объяснять людям, и осталось это немного. Мы ждем вакцины, мы обязательно людей убедим, если нет противопоказаний к этому, привиться. И я уверен, это будет самым лучшим способом для того, чтобы людям разъяснить, насколько это важно.